МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Несколько дней остается до 27 января 2019 года, дня, когда вся наша страна будет отмечать 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. Это дата, которая является очень важной для старшего поколения, тех людей, которые пережили, этих людей осталось очень мало, последующего поколения, которые слышали от этих людей рассказы о блокаде. И вот совсем мало информации у нашего современного поколения, молодых людей. И нам бы хотелось сегодня обсудить в нашей передаче о том, как изменяется память, память об этом чрезвычайно важном событии в истории нашей Родины. И вот для такого разговора мы пригласили в нашу студию писателя и сценариста Дмитрия Николаевича Коралеса. Добрый день, дорогие земляки! Здравствуйте! Добрый вечер еще раз! И хочу сказать, поскольку вы первый раз в нашей студии, что мы традиционно проводим конкурс зрительских вопросов. Надеюсь, они сегодня будут у нас. И в конце передачи я попрошу вас определить победителя этого конкурса. Тот вопрос, который понравится вам больше всего. И сегодня победитель этого конкурса получает приз – это посещение зоопарка «Радуга». Мы проводили также и традиционный опрос в нашей группе ВКонтакте, задавая вам, уважаемые наши телезрители, такой вопрос. Какие из источников информации о блокаде произвели на вас в последнее время более сильное впечатление? Какие показались вам более правдоподобными? И вот эту статистику, эти цифры мы тоже покажем на экране. И я попрошу вас, Дмитрий, прокомментировать то, что вы увидите. Попробую. А начать нашу беседу, наш разговор мне хотелось бы с вопроса о том, что историческая правда, если вообще таковая существует, она как в идеале существует, но поскольку людей много, позиции человеческие разные, то и интерпретация фактов может быть тоже разная. Вот я хотел бы от вас услышать, как от человека, который очень плотно занимался темой блокады, что сейчас вы видите по отношению к вопросам, связанным с войной и с блокадой в частности? Как меняется эта правда? Кому эта правда служит, если так можно сказать? И можно ли сохранить то настоящее, что досталось нам в наследство от предыдущих поколений, поколений, которые пережили это страшное событие? Мне кажется, что правда во всем ее многообразии существует. Вот какая бы ни была, на первый взгляд, бессмыслица или ужас какой-то, он тоже имеет право на существование. То есть нельзя говорить, что есть какая-то одна правда, которую можно изложить на десяти страницах. Блокада, как и все человеческие испытания, облокада была самой продолжительной в мировой практике экстремальной ситуации в истории человечества и самой крупной военной операции Второй мировой войны, битвы за Ленинград и осады Ленинграда. Вот эти вот параметры, они говорят о том, что не может быть ничего страшнее, чем вот то, что испытали наши предки. И поэтому любые взлеты человеческого духа, падения человеческого духа, воровство, разгильдяйство и высочайший героизм, и патриотизм, и любовь к ближнему, и взаимовыручка – это все было. Но, понимаете, некоторые подправты подразумевают, вот давайте сделаем все черным, тогда это будет наша правда. Всем было очень плохо, все питались не одинаково, это плохо. А другой говорит, нет, был героизм, все, что там остальное, это так, издержки производства, как говорится, издержки любой войны. Вот какую правду мы ищем? Я думаю, что историки, которые знают практически досконально все, уже многие архивы практически все блокадные открыты по сроку хранения документации, они явили нам огромное количество документов. Вот, например, Никита Ломадин, есть такой замечательный петербургский историк, который показал в своих постперестроечных книгах, построенных на исследованиях открытых архивов, показал всю чудовищность человеческих отношений, которые там были. Ну, например, там про дорогу жизни можно говорить. В одном фильме я видел, как по дороге жизни везли какие-то апельсины или мандарины для того, чтобы специально отравить школьников. Ну, это такая, знаете, клюква. А у него, например, написано о том, как обслуживал там один, одна дивизия НКВД, которая обслуживала эту дорогу жизни, как она ловила и удачно ловила расхитителей, потому что это тоже было. И в то же время, вот говорить можно о негативах, а можно говорить о том, что один человек другому подал руку в тяжелую минуту, мог ему подняться из сугроба, дал ему кусочек хлеба и проводил домой. Или, в крайнем случае, кипятка довел его до обогревательного пункта. Вот видите, взлеты и падения. Есть воровство, но есть и совершенно бескорыстие. Поэтому блокады очень сложное явление. – На ваш взгляд, существует ли сейчас какой-то литературный источник, ну, может быть, не историка, а литератора именно, да, которому в большей степени можно доверять, если говорить о блокаде, в котором изложены факты, может быть, или попытка изложить факты в том многообразии, о котором вы сейчас говорили? – Ну, блокадная книга, Адамовича Гранина, да, это, конечно, настольная книга любого человека, который хочет прикоснуться, начать изучать. Потому что там человеческие трагедии, там все через живых людей. Это очень интересно. Потом Музей обороны и блокады Ленинграда два года назад, по-моему, в 1917 году, выпустил замечательную книгу «Ленинградцы». Это большой сборник дневников. Дневников. Вот из дневников, ведь дневники чем отличаются от мемуара? Мемуары – это прошло время, человек с какой-то припудренностью, с какой-то корректировкой, косметикой начинает вспоминать происходившее. А дневник пишется здесь и сейчас, во время этих тяжких испытаний. Человеку врать нет смысла. И вот эти дневники, они как раз тоже очень интересно показывают все то, что мы называем правдой. Дневники я бы порекомендовал. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот есть как бы такая, ну, можно сказать, незыблемая, незыблемое такое отношение к такому явлению, как блокада, да? Мы говорим о высотах духа, в общем, да? О подвиге, о героизме. То есть мы говорим о том, что люди проявляли такие высокие или высшие категории нравственности, взлеты духа. И вот это такой олимп блокадного восприятия. Но есть и другие точки зрения, которые вот появились в последнее время. И я просто повторюсь, это известная история с каналом «Дождь», когда там была высказана, сейчас уже не помню кем, мысль о том, что ради чего, собственно, было вообще устраивать такое испытание для людей, страшное испытание для людей, не проще ли было сдать город, а потом, может быть, его отбить, если вообще нужно было бы его отбивать, а может, и отбивать не нужно было. И, может быть, гитлеры вообще, на самом деле, не такие страшные, а если бы они покорили Петербург, они бы его сохранили как памятник архитектуры, и для многих людей бы это стало таким каким-то прибежищем для дальнейшей жизни, благополучной, скорее всего. Ну да, они бы всех накормили, научили правильно есть колбасу, пить правильно немецкое пиво. Ну, просто вот райба наступила, если бы их пустили. Ну, знаете, это такой в больной голове какого-то не очень здорового человека может родиться. Дело в том, что это известно уже много десятков лет о том, что Гитлер приказал город не брать и не принимать капитуляции. С городом было решено еще в самом начале войны. Город нам не нужен, его уничтожить, дождаться, пока народ вымрет и благополучно его ликвидировать. Мы не будем кормить этих людей. Кормить оставшиеся 2,5 миллиона человек в Петербурге, в Ленинграде, Гитлер не собирался. Поэтому блокада была самым безжалостным оружием в истории человечества. Давайте их заморим голодом, да и все. А чтобы не очень там скучать, мы их будем бомбить и обстреливать. Чтобы они не давали при этом продукцию военную, которую город продолжал выпускать. Поэтому такого рода рассуждения, но это от лукавого, я думаю. У нас есть звонок, послушаем нашего телезрителя. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер всем. Меня зовут Елена. Елена. Мы знаем, что в Зеленогорске проходили творческие встречи с вами. Скажите, пожалуйста, когда и где планируется следующая встреча с жителями курортного района? Спасибо. Спасибо, Елена, за вопрос. Кажется, 8 февраля у меня вечер будет встречи в Зеленогорской библиотеке. По-моему, так. Спасибо, Елена, за ваш вопрос. А мы продолжим наш разговор. Я хотел бы, чтобы вы, человек, как видевший этот фильм, сказали свое мнение о фильме, который сейчас обсуждается. Да, называется он «Праздник». Сказать по правде, мне не удалось его посмотреть, поэтому я хотел бы выслушать ваше мнение человека, который посмотрел этот фильм и человек, который находится, вот как мы говорим, в теме блокадной. Что это за фильм? Ну, вы знаете, фильм «Праздник», он создан специально, умышленно. Не для того, чтобы какое-то художественное решение, какую-то проблему осуществить. Он такой умышленно провокационный. И говорить о его художественности не приходится. Это не я один так вот считаю. Многие критики, которые специально посмотрели, они разобрали его по косточкам и говорят, много шума из ничего. Там нет ничего такого, о чем можно говорить, поверьте. Я вот его смотрел просто по принуждению ситуации. Надо было посмотреть, что же это такое. Это какая-то самодеятельность такая. Снятые из небольших денег с каким-то совершенно сумасшедшим сценарием, на коленке написанным. Думаю, что о нем говорить серьезно не надо. Скоро о нем забудут. Очень скоро. Тем не менее, как всегда, все запретное. Оно же слаще, да? И многие хотели бы, наверное, посмотреть. И я бы хотел посмотреть, чтобы создать именно свое впечатление. Но на Ютубе есть. Есть еще? На Ютубе, да, есть. Хорошо, надо будет действительно посмотреть, чтобы уже быть окончательно в теме. Потому что я слышал о том, что его сняли с Ютуба. Ну, неважно. Во всяком случае, мнение ваше интересно. И я думаю, что тот, кто интересуется этой темой, так или иначе с этим материалом, назовем это так, ознакомится. Вопрос вот какой. Фильмов и документальных, и игровых о блокаде, ну, скажем так, снято достаточное количество. Может быть, конечно, и недостаточно, потому что тема бесконечная. Но тем не менее, они есть. Но меняется восприятие. Меняется поколение. Как сделать так, чтобы у современного поколения, которое во многом инфантильно, во многом лишено вообще информации и знаний каких-то, связанных с войной и с блокадой тем более. Я сам проводил маленький такой опрос среди молодых людей, 16, 17, 18 лет. Очень приблизительные впечатления. Я не говорю уже о иногородних ребятах, которые учатся здесь в Петербурге. Какие-то очень приблизительные, такие расплывчатые представления о том, когда была блокада, что это было, и вообще почему об этом говорят сейчас здесь у нас в нашем городе. Так вот, как сделать так, чтобы тема эта в последующем мы, конечно, к ней будут обращаться и кинематографисты, и литераторы, писатели. Как сделать так, чтобы она была интересна молодому современнику нашему, у которой в голове, если будет пустота того, как мы сейчас понимаем, она будет очень быстро заполнена совершенно другой идеологией. Юрий, отвечу честно. Я не знаю, как, но я знаю, как не надо. Вот не знаю, как, но знаю, как не надо. А как не надо? Вот не надо пытаться ориентироваться на так называемого современного молодого человека, которому якобы только можно давать в определенной форме информацию. Там какой-то схематизм, какие-то такие, ну, вроде как мультики или как будто военные игры. Вот эта попытка совершенно негодная. Она просто исходит, наверное, из того, что, ну, современная молодежь, она так далеко от нас ушла, она говорит на таком совершенно другом языке, что ей вот старые формы художественности уже не постичь, и бессмысленная трата времени делать хорошие художественные фильмы. Вот я думаю, что это неправильная точка зрения. Надо именно идти по пути высокой художественности, брать примеры с точки зрения кинематографа, если мы говорим, конечно, с классики нашей. Допустим, тот же фильм «Блокада», который по сценарию Чаковского, прекрасный фильм, его сейчас показывают. «Жила-была девочка» – прекрасный фильм, «Ленинградская рапсодия» – прекрасный фильм. Если меня начнут упрекать в том, что там нет вот, то есть, вот, настоящего голода, там нет смертей, там нет людоедства, я скажу слава богу. И не надо, потому что художественность, она берет человека за сердце. Ничто не войдет в голову, если не вошло через сердце. Это еще древние говорили и знали. Поэтому грузить человека какими-то новыми формами, стрелялками, схемами, диаграммами, как сейчас это пытаются в некоторых музеях сделать, это, по-моему, неправильно. А стараться высокохудожественный фильм о людях, ведь кино вообще-то о людях, как бы там, какая ситуация бы ни обрисовывалась, война, полет на Марс или там встреча с акулой, это все равно о людях, люди на первом плане. Поэтому человеческие судьбы в блокаду, они именно и трогают зрителя. Если этого не будет, то хоть покажи там 100 гробов и 25 покойников, все равно человек не вздрогнет, если это не будет среди них один, тот, кого он полюбил и за судьбой которого он следил. Ну, вот так немножко. Вы автор сценария документального фильма «Блокадная кровь». Да. Как родилась идея создания этого фильма? Ну, родилась она так как-то странно. Я писал сценарий совсем о другом, о блокадных валаамских юнгах, которые отправились, ну, их послали на Невский пятачок. Это молодые ребята, 15, 17, 18 лет, они еще и присягут, они все прошли. И вот когда начался захват пятачка в конце сентября 41-го года, то Жуков, ну, сначала там до него, другой командующий, отправили ребят вот на этот пятачок, в том числе в составе батальона морской пехоты. И эти мои вот юнги, о которых я писал сценарии, они по сюжету, по, так сказать, по всей истории должны были поехать за кровью донорской на фургоне. И вот тут у меня случился бунт героев. То есть они поехали за кровью, попали в переделку. Знаете, бывает так, что пишешь, но вдруг герой перестает тебе подчиняться, он сам что-то такое творит. Вот они тоже у меня натворили делов. И я понял, что эпизод получится, надо только узнать, как переливают кровь в полевых условиях. И для того, чтобы сцена получилась и эпизод достоверным, я решил все это изучить. Поехал в Институт переливания крови, он сейчас называется там по-научному Институту трансфузиологии, вот, и упал там в архив на несколько недель. И вот тут-то у меня возникла идея о том, что, конечно, отдельная тема, отдельная тема. Пока я ее не освою, я не могу вернуться к юнгам, потому что если я не освою, никто это не освоит. У меня мать была почетным донором, как я потом тут же вспомнил, и жили мы напротив этого института на Второй Советской. Институт на Второй Советской, и наша квартира во время блокады была на Второй Советской. И мать всю блокаду сдавала кровь, чтобы выкормить вот мою старшую дочку, которая родилась 8 сентября 1941 года. Но это в фильме есть. Так что, знаете, мы не всегда принадлежим себе в выборе темы, сюжета и так далее. Она иногда и нас сама выбирает. Так сложилось. Так сложилось. Давайте посмотрим фрагмент фильма, и потом продолжим нашу беседу. Чтобы запустить критические механизмы внутреннего эндогенного питания, безжалостного рассасывания собственной плоти, организму нужна команда «Жить». Нужна воля, нужен дух. Но о роли духовного фактора выживания в блокаду медики осторожно напишут лишь после войны. Я был на фронте Ленинградском, и несколько раз бывал в городе. Это была удивительная жизнь городская того времени. Город был завален снегом, зимой. Там были просто траншеи между сугробами. Город был лишен освещения. Для немцев это тоже было странным, удивительным, стойкость Ленинграда в неимоверно тяжелых условиях. Липк в массовом порядке начинает выпускать жидкость Петрова. Ее фасуют в ленинградские ампулы и с кровью ленинградцев отправляют на фронт. На близкий фронт отправляется и традиционная консервированная кровь. Всезнающая американская пресса пишет, медсестры в Красной Армии всегда имеют при себе 200 граммов, примерно 6,5 унций крови универсального типа в специальной ампуле, снабженной стерильной резиновой трубкой, иглой и фильтром. Таким образом, переливание крови раненому можно сделать еще до выноса с поля боя. Липк в короткие сроки осваивает таблетки Петрова, которые растворяются в 100 граммах стерильной воды с добавлением все тех же 10% ленинградской крови. Ампула раствора, полученной из таблетки и минимума консервированной крови творит чудеса, вытягивает бойца с того света. В нашей студии писатель и сценарист Дмитрий Каралис. Мы говорим о его документальном фильме «Блокадная кровь». И вот, Дмитрий, я хотел бы, чтобы вы подробнее рассказали о том, как вы работали над архивами, какие для себя вы сделали открытия. Может быть, что-то потрясло вас? А я думаю, как автора сценария, наверняка что-то потрясло. Конечно, меня потрясло, почему я бросил один сценарий, взялся за этот. Потому что я обнаружил, вот из тех данных, которые были в архиве, что кровь ленинградцев во время блокады через 50 дней стала сильнейшим образом изменяться. Это называется у медиков уклонение крови. То есть ее физико-химические свойства претерпели сильнейшие изменения. Она осветлилась, облегчилась. В ней до минимума были сведены витамины, глюкоза, сахар. Ну, сахар и глюкоза. И прочие показатели, характерные для крови в мирное время. То есть в мирное время кровь такая жирноватая слегка. А здесь кровь осветлилась и стала, ну, что называется, светлой. Прямо вот чуть ли не голубой. И это все было зафиксировано. Наши ученые, которые работали в Институте переливания крови, они всю блокаду, так же, как и другие научно-исследовательские институты города, они проводили исследования. То есть этот вынужденный эксперимент, который достался нашему населению, нашему городу, использовали ученые. Это с точки зрения исследования, на что способен человек, что происходит с организмом, что происходит с кровью. И выяснилось, что кровь сильно изменилась. 50 тысяч кроводач было обследовано. Кровь 50 тысяч человек была обследована. Ну, 50 тысяч кроводач, правильно так сказать. И более того, было установлено явление, неизвестное ранее в мировой практике, это эндогенное питание организма, когда внутренние органы и мышцы, и жир, естественно, переходят, отдают свою материю для питания организма. Все органы уменьшаются, кроме мозга и почек, до 40%, то есть 60% теряется в весе. Все это уменьшается, организм начинает жить по какой-то совершенно непонятной ученым схеме, он сам себя контролирует. Но в первую очередь, надо сказать, что здесь влиял и дух. То есть вот были исследования, и после войны проведенные, что если человек был мотивирован на жизнь, если ему нужно было выжить, ну, кто-то, например, ставил себе задачу детей спасти, вот самому умереть, но детей выкормить. Кто-то ставил задачу дожить до казни Гитлера, вот злость такая была, он просто обязан был жить. Так вот, эти люди умирали в последнюю очередь, а чаще всего они выживали. И люди, которые при этом тучные, большие, вроде бы веселые, может быть, даже, но слабые духом, они достаточно быстро могли умереть, даже просто от разрыва бомбы, который где-то произошел, от удушья, от аффиксии такой нервной. Люди просто заживо падали, ну, что называется, со страху. То есть там вот во время блокады были проведены такие эксперименты вынужденные, которые невозможно было провести в мирное время. Ну, я позволю себе такое сравнение, может быть, не очень уместное. Фашисты в лагерях, в концлагерях, они над пленными делали всевозможные эксперименты. Но такие эксперименты, которые они провели над нашим населением в естественных условиях города, таких экспериментов они не могли провести даже у себя. Но наши ученые вот это все зафиксировали. 22 научно-исследовательских института, оказывается, вели научно-исследовательскую работу. И это бесценный клад, это великолепная база для дальнейших исследований. Но дело в том, что эти исследования после войны прекратились, там по разным причинам, в том числе и из-за ленинградского дела. Нельзя было выпячивать, так скажем, достижения ленинградцев. Все страдали одинаково. Не надо говорить, что вы тут больше всех страдали. Вы знаете, чем это закончилось. И какое-то долгое время к этим исследованиям не возвращались. Но потом ученые, особенно в свете новых открытий эпигенетики, эпигенетика – это наука, которая говорит о том, что вот все произошедшее с предками передается потомкам. Причем на генном уровне. Пока эта теория такая нулевая, как говорят ученые. Ее либо надо доказать, либо провернуть. Но на животных это все фиксируется и подтверждается. С людьми там сложнее. Но, тем не менее, есть, бытует в нашем обороте рещевом такие выражения, как генная память, как это у него в крови, кровь помнит все и так далее и тому подобное. И причем это в словарях всех народов существует. Это не выдумка там исключительно наша. Поэтому думаю, что вот эти эпигенетические исследования еще будут развиваться. И сейчас они уже развиваются. То есть следы блокадной крови передаются по наследству. Это очень интересная тема. Мы поподробнее чуть поговорим. Но у нас есть звонок, и мы послушаем сейчас нашего телезрителя. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Андреевич, приятно, Андрей. Ну, я работаю с детьми. И вот мой вопрос будет по фильму «Блокадная кровь». С какого бы возраста вы порекомендовали просмотр этого фильма? Соответственно, где можно его найти? Какие можно ли найти его в интернете? И возможно ли он его... Может быть, вы посоветуете его показывать в общеобразовательных учреждениях? Спасибо за ваш вопрос. Прежде чем Дмитрий ответит на него, я хочу сказать сразу же, что фильм «Блокадная кровь» мы покажем на нашем канале «Залив ТВ» в субботу, 26 января в 17.40. Так что, если вы будете у телевизора в этот момент, пожалуйста, посмотрите сами. И я думаю, Дмитрий прокомментирует. И как раз ответ на вопрос, можно ли детям. Да. Хотя я думаю, почему бы и нет. Вы знаете, он первоначально содержал сцены, ну, так скажем, не очень для людей со слабой психикой, не для детей. Но потом его слегка подредактировали. И там, где немцы берут у детей кровь, известные кадры, хроники, вот они были слегка подретушированы. Я думаю, что фильм идет без ограничений сейчас уже. По крайней мере, прокатное удостоверение, выданное Минкультом, оно без ограничений, по-моему. Буквально несколько слов о той группе, которая работала над этим фильмом. Вы автор сценария. И сопродюсер, да. И сопродюсер. Кто еще принимал участие? Ну, Элеонора Лукьянова – это московский режиссер, молодая девушка. Она, это ее второй фильм. Вот. И так получилось просто, что компания, с которой я делал до этого фильм «Полного метра коридором бессмертия», «Коридор бессмертия» – это облокатных железнодорожников, они мне и предложили снять вместе этот фильм, потому что и я их знал, и они меня знали как-то так. Они вот выделили этого режиссера молодого. Мы с ней очень тесно и плотно работали. Очень хороший композитор Тони Лаубенгер. Вот. И, ну, собственно говоря, остальные все это рабочие. Ну и «Голос за кадром», конечно. Да, «Голос за кадром», конечно. Николай Витальевич Буров, наш петербургский уникум, он с таким голосом может привнести любую интонацию, любое настроение, что он, собственно говоря, и сделал. Да. Вот одна из героинь этого фильма, 99-летняя сейчас ныне живущая врач-хирург Людмила Никифоровна Брянцева снялась в этом фильме. И мы встретились с ней вот в эти дни и записали с ней небольшое интервью, которое хотели бы показать и вам, и нашим телезрителям, конечно. Давайте посмотрим его. Во время блокады я училась в институте еще. Закончила в 42-м году. А поступала в 38-м. Когда началась война, в 41-м году мы пешком ходили в Меченковскую на занятия. Ну, это конец 41-го года, можно сказать. А в 42-м году уже нас перевели в бывшее Суворовское училище. Мы там заканчивали институт в октябре 42-го года. С госэкзаменами, все как полагается, с дипломами. Ну, и нас всех разбросало в разные стороны. Ну, я попала сразу в институт переливания крови, где я работала в течение трех лет. А потом перевели меня в госпиталь МПВО, который был подчинен институту переливания крови. На Греческом проспекте в здании школы был госпиталь. К нам попадали очень много раненых из Сестрорецкая. Это настоящие раненые уже. Это последний, так сказать, шаг, наверное. А тогда поступали в этот госпиталь. Тяжелые очень были, раненые очень тяжелые. Ну, справлялись во всяком случае. Конечно, вот в госпитале мне запомнилась очень одна женщина, педагога она была в Сестрорецке. Педагог. У нее было двое детей, а муж на фронте. Муж на фронте. Она умирала у меня на руках. Там была ранена осколком снаряда в шею. И, ну, в общем-то, там трахея была задета. Все. Она очень быстро умерла в стационаре. Очень приятная женщина. Потом появилось, письмо пришло от мужа. Причем муж писал в Сестрорецке, потому что там они жили. Или дача там была, это я не помню просто. Не знаю. Но они там были. Муж туда написал, ему сообщили, что она в госпитале. Тогда он пришел в госпиталь. Я вот ему рассказала, как она умирала, и все. Ну, вызовы разные были. Вызовы были на 10-й, на 12-й день. Вот такие представляются. Не то, что сразу пришли. А вот 10-й, 12-й день. Уже приходила к больному, а больного уже, его уже нет. Все. Или умирал на руках. Ну, чаще всего, это 14-летние, 15-летние мальчишки. Убирали буквально на руках. Ну, вот такая работа, она трудная была. Трудная, потому что ты шел, например, квартиру, не знаешь, как на нее попасть. По темной лестнице, по темной квартире, квартиры раскрыты все. В квартиру можно было абсолютно все вынести, никто даже внимания не обратил бы. А мы вот ходили по этим темным лестницам для того, чтобы попасть в квартиру. Ну, и в квартирах, естественно, люди старались собраться кучкой где-то в одном месте. Чаще всего это на кухне, чтобы тепло, чтобы топить поменьше. Тогда же дрова были. Отопления вообще никакого не было. И пожары были, и бомбежки были. Ну, как не забыть такое? Мы сидели с мамой, обедали. Ну, обед, сами понимаете, какой там был блокад. Никакой вон там небольшая чашечка стоит зеленая, да? Вот в эту чашечку насыпалось пшено и варилось до тех пор, пока там вообще ничего почти не оставалось. Только муть одна. Людмила Никифоровна Брянцева. Участница тех самых блокадных дней. Одна из немногих, кто сейчас остался еще жив. И, кстати говоря, в феврале исполняется 99 лет. Потрясающая, конечно, жизнеспособность. И я думаю, что это, наверное, вот та закваска, как говорят, закваска, да? Та основа, которая, наверное, была получена и в те блокадные дни. Наверное, организм, хотя она сама и врач, да, мобилизовался настолько, что это позволяет и в наши дни сохранять полный разум, хорошую память, великолепную память. Замечательная героиня в вашем фильме. А как удалось ее вообще разыскать? Ну, я скажу, что, во-первых, она в фильме еще расскажет более подробно о своей деятельности и о деятельности Института переливания крови. Вот. Но нашли мы ее случайно, честно говорю. То есть вот из одних рук в другие когда-то она где-то засветилась, что называется, на телевидении, и мы узнали, что она еще, слава богу, жива, полна сил, готова разговаривать. Вот мы позвонили осторожненько, спросили, она с охотой откликнулась. То есть через телевизионные связи мы ее нашли. Мне кажется, что достоинство основного фильма не только в том, что приведены факты, очень малоизвестные, наверное, да? Да я думаю, уверен, что это малоизвестные факты из блокадных дней, из блокадной жизни. Но важен тот образ, который вам, как сценарист, удалось создать. То, что это кровь блокадная, кровь жителей, которые сами находились на грани жизни и смерти, она еще и питала наших бойцов, усилиями которых удалось и отстоять наш город, не сдать его врагу. Да, факты, которые в этом фильме существуют, они для меня тоже поразительны. 144 тонны крови, это 10 эшелонов, упакованные по ГОСТу крови, дал город, блокадный город, который жил на последнем, казалось бы, издыхании. Во время войны были разработаны, и до войны немножко, во время финской войны, были разработаны специальные кровезамещающие составы. Это исключительно ноу-хау от ленинградских ученых, которые позволяли избежать болевого шока. То есть, большинство смертей на поле боя это от болевого шока. И вот, когда есть такой кровезамещающий раствор, и о нем уже говорилось со ссылкой на американские источники, что наши медсестры носили в своих сумках специальные такие ампулы на 250 миллилитров, они назывались ленинградские ампулы, с трубочкой и стерильным наконечником. Вот медсестра могла подползти к бойцу, если она видит, что ему нужно переливание крови, болевой шок или просто потеря крови. Она универсальной группой крови вкалывала ему, держала на весу или вешала на березку или на какой-то кустик эту ампулу ленинградскую. Она у нее в тепле хранилась, как правило, или подмышку ее сувала, чтобы кровь не застывала, и вводила. Так вот, там было всего 10% натуральной ленинградской крови, остальное – это было кровезамещающие составы. Но они творили чудеса. Во-первых, бойцы в своих письмах писали, что даже опытные бойцы, которые проходили разные стадии переливания, они говорят, что вот после того, как кровь изменилась, это уже был конец декабря 41-го года, начало 42-го, кровь пошла какая-то особая, от нее силы появляются, от нее какая-то уверенность в себе, какой-то дух. Ну, на самом деле, здесь все в материи. Понятно, что кровь материальна. Если один человек, допустим, волевой, если он усидчивый, или какой-то, наоборот, неуверенный в себе, это ведь еще открыл Богданов, который и умер от переливания крови, первый директор института переливания крови, московского, революционер такой известный. Он же ведь пытался обменивать кровь между старыми и молодыми для омоложения энергии и для разума молодежи. То есть старики должны были отдавать кровь молодым, а молодые старикам. Ну, по партийной линии это все шло. Тогда, в 20-е годы, и Ленин, и Сталин этим интересовались. Но вот как-то неожиданно это проявилось в блокаде. То есть кровь действительно, по отзывам бойцов, ее называли чекушкой, вот эту вот ленинградскую ампулу, потому что она создавала эффект, вот сходный с тем, что ты все-таки водки как бы выпил, и дух поднялся у тебя сразу. В нашей студии писатель и сценарист Дмитрий Николаевич Коралес. Напоминаю, что победитель сегодняшнего конкурса зрительских вопросов получает приз – это посещение зоопарка «Радуга». И напоминаю вам также, что в конце передачи я попрошу нашего гостя прокомментировать результаты нашего опроса в группе ВКонтакте. Мы задавали вопрос вам, уважаемые наши телезрители, о том, из каких источников о блокаде, какими источниками о блокаде вы пользовались, и какие источники считаете наиболее достоверными. А мне бы хотелось, завершая, к сожалению, тему фильма «Блокадная кровь», спросить вас вот о чем. Упомянули в этот момент, на мой взгляд, очень важный, о том, что состояние духа, оно влияло на состояние и крови тоже. И кровь как бы реагировала на вот этот, на этот ментальный такой процесс. И если это были цели, которые, как Барон Мюнхгаузен, вытаскивали себя, он вытаскивал свои заволосы из там болота, то здесь наши граждане тоже, имея высокие цели, высокие задачи, побеждали, в общем-то, во многом то состояние немощности. Благодаря блокадной крови. Благодаря блокадной крови. Вот, если я правильно понимаю посыл этого фильма, как раз в этом и заключается. Правильно, конечно, в этом посыл. Тем более, что этот посыл опирается на хорошую медицинскую базу. Вот генетик Олег Глотов, который у нас в фильме главный эксперт по этому вопросу, он все это объяснил, все это рассказал. И думаю, что здесь есть огромное поле деятельности для ученых. Вот, например, у голландцев у них был четырехмесячный голод, незначительный, несравнительный с нашим, по силе и тяжести, и не сравнить с холодом, который был у нас. Но они провели исследование, они установили примерно то же самое. И по духу, и по изменению крови. Вот они сделали эти исследования. У нас почти 900 дней была блокада, но мы до сих пор не сделали больших, хороших исследований. И боюсь, что если государство за это не возьмется, медицинская наука всерьез, не возьмет биологический материал у потомков блокадников, и у ныне живущих блокадников, и не проанализирует это все с генетической точки зрения. Во время войны генетика была под запретом, как мы знаем. Сейчас она расцветает. Много наук, связанных с генетикой, появилось. И вот это, конечно, надо использовать. Но ученые об этом знают. И второе, что бы я еще хотел добавить по поводу фильма, там было использовано последнее интервью Даниила Александровича Гранина. Вот он как раз об этом состоянии горожан долго и подробно рассказывал, и анализировал, и ссылался на собственный опыт. Если позволите, третье, кратко. Сам по себе посыл, или даже, так скажем, то, что я обнаружил во время исследований, когда я писал сценарий, что блокадный город и более никто питал наши два фронта, Ленинградский, Волховский, и еще Балтийский флот. Вот это просто удивительное явление. Это феномен, конечно. Ведь когда Паулюс приехал на Невский пятачок, и ему сказали, что у русских есть донорская кровь, а у них нет, потому что у них вообще донорство было поставлено в армии отвратительно. Они со своей теорией вот этой арийской крови запрещали использовать кого попало для донорства, и сложно все у них там было. И в науке они немножко от нас отстали, вот по кровезамещающим жидкостям. Паулюс сказал, а где же русские берут? Ему говорят, из блокадного Ленинграда. А кто кого блокировал, мы их или они нас? Почему у них есть кровь донорская, а у нас ее нету? И они стали за нашей кровью охотиться. Они охотились за ней, брали для своих целей, для исследовательских, в том числе. И кровь попала в Берлин, ее на новейшем физико-химическом оборудовании с немецкой обстоятельностью исследовали. Но это тема уже дальнейшего, так скажем, художественного фильма. Ну, мы не можем не упомянуть в нашем разговоре, хотя бы упомянуть о еще одном фильме, уже игровом, «Коридор бессмертия». О чем там идет речь? Когда может его увидеть широкий зритель? Ну, этот фильм выйдет на экраны 9 мая. Премьера «Так прокатчик решил». В субботу, 26 числа, в кинотеатре «Родина» будет закрытый предпремьерный показ. Этот фильм введен в программу празднования 75-летия окончательного снятия блокады. Там будет и правительство города, и муниципальные работники, и ветераны, естественно, блокадники. Вот. Но зритель увидит его не раньше мая. У нас есть звонок, мы слушаем нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Александр. Вот вопрос на нашем углу. Почему вы так серьезно занимаетесь темой блокадной крови и вообще подвига блокадников в годы войны? Что вас лично подтолкнуло к сохранению памяти о подвиге нашего народа? У вас есть какие-то родные, родственники? Пожалуйста, об этом расскажите. Спасибо за ваш вопрос. Ну, вы уже говорили. У меня вся семья в блокаду была. Мать была почетным донором, после войны получила это звание. Она сдавала кровь и получала за это паек. И выкормила мою сестру, старшую этим пайком. А отец, он работал в «Коридоре смерти». Вот о чем другой фильм. Это тоже для меня было откровение. Я сначала занимался темой блокадной крови. То есть, простите, «Коридором смерти». «Коридор смерти» это та железнодорожная ветка длиной 33 километра, которую после прорыва блокады проложили по Торфяникам вдоль Ладожского озера от Шлиссельбурга до станции Поляны. Проложили под огнем немцев, которые сидели на Синявинских высотах. И по ней, по этой ветке, через 17 дней в город 7 февраля пришел первый поезд. Эта дорога заменила, по сути дела, Ладожскую дорогу жизни. По ней было ввезено в город 75% всех грузов. 25% пришли по Ладоге. Вот. И тоже об этой секретной дороге железной было мало, что известно. Ее называли уже послевоенное время дорогой Победы. Но выйдя на Невский проспект и спроси, кто знает дорогу Победы, никто бы ничего не сказал. Наверное, думали, это дорога жизни. Вот. Я тоже поднял эту тему. Она была учеными хорошо, достаточно исследована. Валентином Ковальчуком был у нас такой замечательный исследователь блокады. Но он ушел, и как-то тема осталась бесхозной. И я, как со страстью публициста, и то, что у меня отец работал на этой железной дороге, нашел всех ветеранов, которые в то время еще были живы. Там их всего-то оставалось 30 человек. Это вчерашние девчонки-школьницы, которые пришли на железную дорогу, водили поезда, потому что все машинисты размерлись во время блокады. Или убежали на фронт немцу Гитлеру морду бить, как они выражались. И вот их самолетами привозили в блокадный город, заставляли, ну, не заставляли, а сажали на паровозы к рычагам. И вместе с девчонками, которые помогали им, они водили эти поезда. Дмитрий, ну, время, как всегда это бывает, на телевидении заканчивается неожиданно. Да. Тем для разговора еще много. Тем не менее, хотел спросить, знакомы ли вы с тем, как тема блокады представлена в школьных учебниках сейчас? Честно говоря, нет. Нет. Не знаком. Хорошо. Тогда время подведения, точнее, не подведения, а анализа вот этих вот цифр по нашему опросу в группе ВКонтакте. И я напомню нашим телезрителям, что мы задавали вопрос в группе ВКонтакте о том, каким источникам облакады вы доверяете больше всего. И вот какие результаты нашего опроса. Художественным фильмам советских лет 35% доверяет, современным художественным фильмам 2%, документалистики 39%, художественная литература 12% и другое 12%. Как вы можете прокомментировать из цифр? Ну, я бы и сам так же, наверное, оценил. Художественная литература плюс советский период художественные фильмы и документалистика. Документалистика, ну, лидирует с небольшим перевесом, но по отношению к художественным фильмам советских лет. Конечно. Хотя тогда-то еще архивы были далеко не все открыты. И тем не менее, видите, правда в этих фильмах была такая очень серьезная. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу вопросов, которые прозвучали? Какой из вопросов вам? Да, вопросов было немного, но мне понравился и по душе пришелся вот последний вопрос о том, о семье, то есть вообще почему я занимаюсь этой темой. То есть Александр задался вопрос. Я думаю, что да, Александр, наверное. вопрос, он становится победителем нашего сегодняшнего конкурса, да, получает возможность для посещения зоопарка «Радуга». Я не зря спросил вас о том, знакомы ли вы с тем, что в школьных учебниках сейчас говорится о блокаде и о войне, потому что вы на себя просто взяли миссию такую, да, вы, что называется, глубоко копнули эту тему блокады и совершенно с неожиданного ракурса на нее зашли, потому что я вот, например, воспитанник там советских школ, об этом говорилось много о блокаде, да, но, естественно, это была далеко не вся правда, то есть для меня, как человека зрелого, эта информация, которую вы предоставили в фильме, кроме эмоционального очень сильного воздействия, она стала еще и информацией новой. Планируете ли вы как-то дополнительно какие-то усилия прилагать, я говорю о вашей особой ответственности теперь к теме блокады, для того, чтобы именно школьник, мы с этого начали разговор наш, чтобы заинтересовать молодых людей, чтобы окунуть в эту тему и проявить, привить им какой-то интерес. Еще, видно, другого объяснения быть не может. Вот нас нашла такая автономная некоммерческая организация «Светочи России». Они занимаются продвижением военной и патриотической темы в школах и в ПТУ, то, что раньше называлось ПТУ, сейчас, по-моему, колледж называется, вот в среднем образовании и в школьном, но дополнительное образование, то есть не то, что входит в программу, а в культативное. И вот они с нашего разрешения разослали наш фильм от Хабаровской области до Калининградской. И потом собрали с письменными свидетельствами или видеосвидетельствами ребят о том, как они говорят об этом фильме, как они рассуждают, то есть то, что раньше называлось «написать реферат». Я был поражен. Вот почему я начал говорить о том, что ребятам не нужно пытаться специальные какие-то формы придумывать. вполне достаточно нормального человеческого разговора. Я когда читал эти отзывы, я просто слезил, глаза слезились, слезы текли. Потому что они так это все по-своему болезненно и чисто восприняли, что я был просто потрясен. Я думаю, это был бы хороший повод для нашей следующей встречи, вот этот материал, о котором вы говорите, мы могли бы его как-то озвучить, да, и это было бы крайне интересно и полезно для зрителей нашего канала. А я хочу напомнить нашим телезрителям о том, что полностью фильм «Блокадная кровь» Дмитрия Коралеса, который присутствует сегодня у нас в студии, вы можете посмотреть на нашем канале, на канале «Залив ТВ» в ближайшую субботу, 26 января в 17.40. Ну что ж, Дмитрий, спасибо вам за то, что вы нашли время и в трудных погодных условиях добрались до нашей студии. Разговор, я думаю, был интересный и полезный, что самое главное. И я поздравляю, конечно, вас, если можно, поздравлять с таким праздником. Поздравляю, конечно, как же. Это наш день победы, наш Ленинградский день победы. Вот поздравляю вас и благодарю за ту работу, благородную, которую вы на протяжении большого промежутка времени проводите, потому что это крайне необходимо, особенно в наше время, когда мы видим, как меняется наш мир, как происходят спекулятивные различные акции по самым различным поводам. И нам очень важно сохранить ту правду, которая была все-таки на самом деле, и донести до наших современников и будущих поколений. Спасибо вам. Спасибо. Привет, малой родине, Зеленогорску. Зеленогорску, да. Зеленогорск нас смотрит. Всего вам доброго, наши уважаемые телезрители. Увидимся ровно через неделю и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова